Здравствуйте! В эфире телеканала «Волгоград-1» программа «Смотри спорт». И я, ее ведущий Игорь Ичмьев, расскажу вам о самых ярких спортивных событиях, которые состоялись в нашем регионе. В очередном выпуске программы вы ознакомитесь с результатами прошедших матчей «Динамо», «Синара» и «Ротера», а также прочувствуете весь драйв соревнований по мотокроссу, которые прошли в Волжском. В последнее время у «Динамо» и «Синара» был крайне насыщенный календарь. Немногочисленному составу «Белых-Голубых» пришлось провести сразу три матча за короткий период. Результаты поединков волгоградского коллектива в сюжетах. В рамках Суперлиги волгоградская «Динамо» и «Синара» на выезде встречалась с командой Ставрополья. В преддверии матча «Белые-Голубые» выглядели небольшим, но все же фаворитом. Туром ранее «Динамо-Синара» обыграла Ижевский университет, так что волгоградки рассчитывали развивать свой успех в чемпионате и далее. Однако открыли счет в матче именно хозяйки площадки. На третьей минуте Ксения Калашникова поразила ворота Анны Верещак. На этот гол «Динамо-Синара» ответила тремя точными выстрелами подряд. Но Ставрополья и не думала сдаваться. В середине первого тайма шла довольно равная игра. Лишь в завершении первой половины встречи «Белые-Голубые» смогли создать себе серьезный задел. Перед перерывом счет был 7-12 в пользу волгоградского коллектива. В начале второго тайма Ставрополья попыталась вернуться в игру. Однако «Динамо-Синара» постепенно стала наращивать свое преимущество. В итоге «Белые-Голубые» уверенно довели матч до своей победы. Игра завершилась со счетом 22-27 в пользу волгоградской команды. Наверное, где-то и переволновались, перенастроились, потому что с реализацией ничего мы так не смогли. В конце где-то что-то уже услышали. Просматриваем очень внимательно мы вратарей волгограда, потому что каждый год, каждый матч с Волгоградом – преграда у нас вратарь. Верещак нас постоянно под 50% отбивает, да и остальные девочки свой процент держат. Таким образом, «Динамо-Синара» одерживают вторую подряд победу в рамках Суперлиги. Уже 3 ноября «Белые-Голубые» проведут следующий матч. У себя дома «Динамовки» примут луч из Москвы. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале «Волгоград-1». Игорь Ичмнев, телеканал «Волгоград-1». В рамках Суперлиги «Волгоградская» «Динамо-Синара» у себя дома принимала «Московский луч». Наша команда ранее одержала две победы подряд и надеялась продолжить серию. Однако в начале встречи более уверенно смотрелся луч. Гости действовали надежно в обороне и результативно в атаке. Но в очередной раз камнем преткновения для соперника «Динамо-Синара» стала игра голкипера «Белых-Голубых» Анны Верещак. Во многом благодаря ей хозяйке площадки выдали сухой отрезок со счетом 6-0. Далее «Волгоградки» только развивали свой успех. Во втором тайме «Динамо-Синара» и не думала сбавлять обороты. Наши гонболистки выдали еще один отрезок со счетом 7-1. Сопротивление луча было сломлено окончательно. «Белых-Голубых» настолько уверенно действовали в этом матче, что тренерский штаб даже позволил себе ротацию состава по ходу игры. Казалось бы, небывалая роскошь для волгоградского коллектива. В итоге хозяйки спокойно довели дело до победы. Матч завершился со счетом 26-16. Пока это самая крупная победа «Белых-Голубых» в этом сезоне Суперлиги. У нас, в принципе, непростые времена с точки зрения уверенности и так далее. Мы сегодня с девчонками поговорили, пытаемся от игры к игре идти, играть в свое удовольствие, играть дисциплинированно, играть на то, что мы умеем и уже показывали. Не всегда получается. Девчонки сегодня красотки по эмоциям, где там вышли. Понятно, что за 10 минут там никто не сдается. Лучу там респект, но с точки зрения нашей команды сегодня все бились, сегодня сражались, все эмоции показывали. Таким образом, «Динамо Синара» одержала третью победу подряд в чемпионате. В следующем туре наша команда сыграет в Ижевске против местного университета. Матч состоится 7 ноября. Игорь Ичмнев, телеканал «Волгоград-1». Второй круг предварительного этапа Суперлиги стартовал для «Волгоградского» «Динамо Синара» матчем в Ижевске против местного университета. Белоголубые в этой встрече выглядели явным фаворитом, так как университет располагался в преддверии игры на последнем месте в турнирной таблице. Тем более в конце октября волгоградские гонболистки уже нанесли поражение ижевскому коллективу. С самого старта матча «Динамо Синара» начала оправдывать свой статус. Уже к третьей минуте белоголубые забили два безответных мяча. Далее по ходу первого тайма университет отчаянно пытался противостоять динамовским атакам. Однако у него мало что получалось. Первая половина встречи завершилась со счетом 14-8 в пользу волгоградского коллектива. После перерыва характер встречи совершенно не изменился. «Динамо Синара» только увеличивала отрыв в счете. Помимо блестящих динамовских атак, отдельно стоит отметить и надежную игру нашей команды в защите. В частности, спасение от вратарей белоголубых. В итоге игра завершилась со счетом 34-19. Сверхуверенная победа «Динамо Синара». По нападению, конечно, жалко, что многие бегают, ищут, кому отдать пас. Хотя должны идти в первую очередь забивать голы. Вот почему сегодня опять так же тусовал много девчонок. Выпускал практически всех. Давал возможность играть, я не знаю, то ли бояться взять на себя инициативу, что их посадят. Хотя всегда говорю, я разрешаю, иди, прояви себя. Таким образом, «Динамо Синара» одержала четвертую победу подряд в рамках Суперлиги. 13 ноября в гости к белоголубым пожалует Агу Адыев из Майкопа. В первом круге команды сыграли в ничью. Причем коллектив из Майкопа сравнял тогда счет буквально на последних секундах. «Динамо Синара», безусловно, попытается доказать в грядущем поединке, что та ничья была лишь досадным недоразумением. Игорь Ичмев, телеканал «Лугоград-1». Свой очередной матч в рамках чемпионата проводил и «Волгоградский ротор». Победа в игре с «Чайкой» сохраняла место сине-голубым в золотом дивизионе на весенний отрезок первенства. Смотрим, как прошла встреча. В рамках очередного тура чемпионата «Волгоградский ротор» играл в гостях против «Чайки» из села Песчанокопская Ростовской области. В первом тайме голов не случилось. Счет матча был открыт на 67-й минуте усилиями нападающего «Ротера» Даниила Арсентьева. В итоге игра так и завершилась со счетом 1-0 в пользу сине-голубых. В следующем туре «Ротер» будет противостоять команде «Муром». На новой трассе Волжском состоялся чемпионат города по мотокроссу. Примечательно, что в соревнованиях впервые между собой состязались девушки. Подробности мотогонок в сюжете. В Волжском состоялся чемпионат города по мотоциклетному спорту. Его участниками стали около 50 спортсменов со всей России. Состязания прошли на новой мототрассе на улице Александрова, которая была открыта год назад, в День народного единства, при поддержке администрации Волжского и лично главы города Игоря Воронина. В преддверии соревнований зрители гонок могли ознакомиться с выставкой, подготовленной воинской частью 73-420 и местными отделениями ДОСАВ России. Выставка включала в себя образцы современного вооружения и техники инженерных войск, а также снаряжения и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Волгоградской области военно-патриотическим клубом «Пернач». Кроме того, в рамках мероприятия состоялось показательное выступление представителей Федерации казачьего рукопашного боя. После торжественного открытия гонок наступило время самих состязаний. В соревнованиях было представлено 7 классов мотоциклов, объемом двигателя 55, 65 и 125 кубических сантиметров, 3 класса «Оупен» для ветеранов старше 45 лет, и впервые в отдельной категории принимали участие девушки. «Перевоначально я была волонтером, флагмаршалом, просто приехала однажды на трассу для мотокросса постоять с флагом, ну и мне этот спорт оказался очень красивым, меня заинтересовало, и хотелось попробовать. Это прыжки. Здесь нужно побороть свой страх. Даже, признаюсь, у меня не до конца это получается, у новичков тем более. Я помню себя. Это вот такие огромные глаза, очень страшные». Среди прочих в гонке принимали участие и воспитанники мотоциклетной секции Волжской автошколы ДОСАФ России. Секция прошла большой путь. Если в 2011 году в ней занималось 7 человек, то на сегодня число воспитанников возросло до 50. Огромная заслуга в этом принадлежит наставнику юных спортсменов, мастеру спорта СССР, действующему чемпиону России по мотокроссу Сергею Ефремову. «Трасса интересная, катаюсь на ней уже два месяца, но погода чутка подвела. Как бы слякоть, грязи и всего этого. Ефремов Сергей Михайлович отличный тренер, мне нравится. Поможет, наставит на путь и объяснит. Новая мототрасса приняла уже четвертое соревнование. Ее протяженность составляет 2,5 километров. Трасса насчитывает 17 трамплинов. Глава Волжского Игорь Воронин лично контролирует развитие спортивного объекта. И глава городского округа город Волжский Игорь Николаевич Воронин огромную помощь в этом плане нам оказывает. Вот эта подсыпка, вот эта работа, вот эта техника, конечно же, не просто так появляется». В планах организаторов создание стоянок для зрителей и спортсменов, а также дальнейшее благоустройство спортивного объекта. Городской чемпионат по мотоциклетному спорту завершил мотосезон в Орском. Следующие состязания пройдут здесь в феврале 2024 года. В Орском состоится традиционный мотокросс «Битва на Волге». Игорь Ичмьев, Мария Шабанова, телеканал «Лугоград-1». Пока это все спортивные события, о которых хотелось бы рассказать. С вами был Игорь Ичмьев. Увидимся в следующем выпуске. И помните, движение – это жизнь. Редактор субтитров А.Семкин